Друзья, у нас в гостях просто вообще супер люди, победители чемпионата Европы по карпфишингу среди юниоров. Еле выговорила. Доброе утро, ребята. Никита Довбыш, капитан команды, Денис Сурков, спортсмен, Дмитрий Дунаевский, тренер вот этих вот орлов, рыболовов. Друзья, рассказывайте, почему именно рыболовный спорт? Почему выбрали именно его? Может, тот в семье рыболов? Почему выбрал на этот спорт? Потому что в семье папа как бы прудом владеет и решил меня тоже к этому подключить. Ты помнишь, когда ты первую рыбку свою поймал? Честно, нет, не помню. Ага, то есть в глубоком детстве, видимо, было, да? А последнюю помнишь рыбку, которую поймал? В Чехии, как раз на соревнованиях ловили. Слушайте, а правда, что вы ловите и потом ее обратно отпускаете? Это принцип карфишинга, поймал и пустил, то есть рыбу не забираем, не едим. Расскажите вообще, как соревнования проходят? Во-первых, это 72 часа работы. 72 часа? Да, это нон-стоп, без остановки. А спать, а есть когда? Ну, когда, как получится. Серьезно? То есть, подождите, подождите, нужно разобраться. Вот человек встает со спиннингом, спиннинг, верно? Правильно? У нас 4 рабочих удилища, длиной 3,90. Ну, это, как правило, мы делаем парно, справа-лево, две точки закормочные, или там одна точка. Ну, это в зависимости от сектора, от водоема и всякое-всякое. Много очень факторов погружающих. Ага, считается количество? Да, и дается, допустим, старт соревнований, к примеру, в 12 часов дня. Ровно через 72 часа дается стоп. И по количеству, есть два типа соревнований, по общему весу и по трем крупным рыбам. Это мы были в чеке, там было по трем крупным рыбам. То есть, вы можете поймать там, допустим, 15, 16, 18, следующая рыба будет 21, списывается и записывается больше. И потом в общем весе по трем крупным рыбам считается зачет. Сложно, прости, Игорек, я перебила тебя, сложно было соревноваться, с другими ребятами. Ну, в принципе, я вам так скажу, условия ловли были очень там доступные. Ага. Очень приятно. Опять же, это какой вытащишь сектор. А, то есть это разыгрывается, место ты никогда не знаешь, рыбное или нерыбное попадалось. Да, да, и тем более в этом году в Чехии первый раз был нулевой сектор. Это был, ну, как сектор хозяина Якуба Вагнера, это был его сектор на его территории, его дома. Это был сюрпризом. То есть мы все надеялись вытянуть. Естественно, немецкая команда и чешская, все команды хотели вытащить десятый сектор. Это было напротив нас, вот буквально вот вдоль дамбы было напротив нас. Ну и когда тянули жребий, Никита открывает, смотрит, я смотрю за стороны, вроде как ноль, думаю, ну все, десятый, открываем, а там нулевось. То есть это был сюрпризом, об этом никто не знал. Получилось, мы стали напротив. Ребята, ну мы вас поздравляем, можно я просто посмотрю? О, нет, не посмотрю, наверное, в следующий раз. Не надо, я издалека. Насколько нам известно, мы поймали рыбу почти 24 килограмма. 23 800. А как, вот один вытягивает или все команды? Да, один вытаскивает, одна палка, фрикционный, второй на подсаке. Кто из вас тащил? Я. Ты? И как? Боевая. Боевая? А что нужно делать, чтобы вытащить? Я всегда, кстати, рыбу упускаю. Так, с меня рыболов не спешить, да? Не форсируйся. Пользоваться фрикционом, в первую очередь. Хорошо, а вообще так, на рыбалку ходите? Конечно. И тоже отпускаете? Конечно. Серьезно? Да. А сейчас какие планы у вас на будущее есть? Вы собираетесь? Сегодня у нас уже начинаются сборы, с 20 числа уже отборочные будут на следующий год, на Европу. А мечта есть какая-то, ребят? Можешь поймать самую огромную рыбу на свете, там, самого огромного карпа, который войдет в историю книги рекордов Гиннесса, или стать чемпионами мира. Хотелось бы. Все хотелось бы, да? Чемпионами мира, да, это уже поисполнено 18 лет. Пока не проводятся такие чемпионы. Ребят, смотрите, если я не умею вообще рыбу ловить, вообще, вот как мне стать карпфишером? Что для этого нужно? Рассказывайте. Ну, начнем, наверное, с оборудования. Как бы это все очень дешево. Ну, нужно купить палатки, палки, как мы их называем, катушки, сигнализаторы. Дорогой спорт, да? Сколько нужно денег, чтобы собрать полностью весь комплект? Ну, если, примерно, ну, больше полмиллиона. Серьезно? То есть не хватит, да, если я куплю уночку свою и пойду на выставку? Нет, ну, есть же бюджетный карпфишинг, есть спортивный карпфишинг, ну, допустим, как, есть и китайские какие-то заменители этого всего. Ну, намного дешевле, намного проще. Ну, принцип, понимаете, что, допустим, там, чувствительность. Опять же, очень большую роль играет удилище по дальности заброса, если. Ясно. А чем вообще в жизни занимаетесь и как реагируют сверстники на то, что вы привезли, извините меня, не просто вазу для цветов, понимаете? Что говорят? Рассказывают. Ну, удивление, как бы все, как бы, поздравляют. Дома как отреагировали? Дома нас встречали, много, много. Пирогов нафекли, да? Рассказывали в аэропорту, встречали нас, ну, соратники по карпфишингу и взрослые, и ребята, которые в прошлом году ездили, заняли третье место, это на щуки. Ну, получилось, третье место была Россия, второе место Германия и первое место Чехия, сейчас наоборот. Ну, немцы стали в середине, в золотой. Опять второй год, десятый сектор, второе место, а только мы поменялись с чехами, первое на третье. Класс, вот так вот. Впереди планета Вселенная.